всем добрый день конец марта и я знаю что точно присутствующих предпринимателей сегодня на вебинаре много ждем еще тех кто к нам присоединится но время деньги как говорится и нам придется начинать мы ждать не можем потому что на самом деле нам надо быть впереди планета всей сейчас все бухгалтера вздрогнули потому что каждый предприниматель это и бухгалтер игрушек и фасовщик и все этот человек делает в одном лице потому что знает все как говорится внутреннее содержание и сегодняшняя тема отчетный период она не спроста возникла потому что на самом деле очень многие компании в март месяце подводят итоги предыдущего года я сразу отмечу что сегодня мы не будем подводить итоги потому что это не предмет темы вебинара это больше собрание лидерская там где мы подытожим как говорится наши нашу деятельность бурную ну а отчетным периодом я назвала сегодняшний вебинар потому что очень многие факторы влияющие на бизнес деятельность целом по этого года конечно же анализируется по итогу подведения этих данных сбору аналитики прогнозированию пониманию что же как говорится где была начата точка отсчета и какому результату мы пришли у нас есть такая хорошая визуализация когда наш президент виктор николаевич нам рассказывал если вы на точке взлета отклонились всего на два процента то итоговый результат итоговое прибытие приземление может быть совершенно в другом месте там даже где вы и не планировали поэтому конечно мы начинаем с четырех фундаментов бизнеса и что здесь важно конкретно в этом слайде если обратите внимание добавились некоторые слова мы знаем говорим компания продукт команда маркетинг да все это мы уже много раз прорабатывали естественно мы понимаем что компания это служение это дух дух который заложен в сердце в ядре и та идея бизнес идея которая изначально была заложена как миссия компании она конечно двигается и компания создавая бренд фукайден волт вот именно в это служение закладывал всю ту деятельность которую мы на сегодняшний день ведем не отклоняясь да продукт это выполнение это результаты это производство это согласование даже формы упаковки розлива даты планирования производства товара сбора урожая много чего сидит и заложено в этом формате который доходит до конечного потребителя команда команда это планирование конечно же на сам час это все разберем очень подробно достаточно команда это планирование планирование тех мероприятий которые будут промоушенов акций это то обратная связь которую компания получает для того чтобы служение было на все сто процентов и оценка это маркетинг конечно же это и финансовые результаты конечно это те достижения которые по маркетинговой лестнице да по вертикали мы можем по итогу какого-то периода зафиксировать скажу честно что мы каждый месяц делаем естественно отчет подводим итоги но в формате разрезе годового подхода видны совершенно другие результаты был не такой разговор с партнером компании там где результат сегодняшнего месяца был не очень и если бы компания смотрела на результаты одного месяца то конечно было бы очень в какой-то месяц было бы очень интересно понаблюдать а какой-то месяц было бы очень печально потому что по-разному И на прошлом вебинаре я тоже про это говорила, что мы оцениваем результат как минимум трех месяцев взаимодействия и сотрудничества, потому что разные критерии, особенно есть так называемые месяца продаж, есть месяца активности, влияние лунных циклов, ретроградных меркуриев. Мы сейчас очень много информации знаем о том, как это влияет вообще в принципе на деятельность. Очень крупные компании и главы государств в штате держат каких-то людей, которые все это прогнозируют. И если, допустим, проанализировать, то многие государственные какие-то события происходят как раз-таки вот именно по космическим каким-то лунным вещам, то есть по лунному календарю. Это тоже имеет место быть. Мы не отстаем, мы тоже за этим наблюдаем, но тем не менее, как мы понимаем, что нас кормит наше знание, наш профессионализм и, естественно, мы всегда за то, чтобы бизнес в отчетном периоде за год всегда был практичным. То есть какие результаты итогового года мы готовим? Конечно же, мы анализируем общую выручку компаний за год. Кроме этого, мы анализируем итоги предыдущих периодов, годовых. Поэтому на сегодняшний день, да, могу сказать, есть абсолютная динамика спада реализации за последние два года. То есть самым активным был, конечно, период пандемии, ничего здесь не скажешь. Но в целом рынок у нас расширяется, мы можем достаточно объективно дать оценку появления новых товаров для здорового образа жизни. Очень популярной сейчас стала, конечно же, профессия нутрициолог, диетолог, да, то есть мы, если в пандемии мы сидели и видели, что популярными были психологи, которые поддерживали каждого человека, который потерял свою работу, кто-то потерял, кто-то потерял родных и близких. То есть сейчас очень многие взялись за ЗО, что ситуация нас привела к тому, да, то есть это уже причинно-следственные итоги и результаты. Ситуация нас привела к тому, что мы начали заниматься плотно своим здоровьем. И, естественно, общая выручка компании за год, она, собственно говоря, дает точку отчета, по которой мы видим критерии развития текущего года. Естественно, эти данные предоставляются в большой отчет и согласовываются, потом обсуждаются с субпроизводителем, потому что это очень взаимосвязанный процесс. В целом мы понимаем, какой объем товарооборота будет на предыдущий год и в целом и на следующий год, потому что это те цифры, от которых мы отталкиваемся, естественно. Поэтому планирование заказов товара напрямую связано от общей выручки компании за год, за предыдущий период. Это логичная взаимосвязь. Расходы компании. Конечно, расходы компании. Здесь многофакторный такой пункт, где, естественно, это содержание административного персонала, аренды складов, помещений, аренды разных площадок, которые мы периодически используем для наших встреч. Это поездки, командировки, какие-то научные исследования, какие-то документы дополнительно, которые мы оформляем. Мы оформляем все то, что связано с непосредственно деятельностью компании. То есть здесь сидят, конечно, и налоги, и отчеты, оплата, расходы сотрудникам, которые принимаются, допустим, по гражданско-правовым договорам и так далее. Количество и активность дистрибьюторов. Следующий этап, который поддается анализу в данном случае. То есть мы тоже анализируем прирост сети, либо тот факт, почему сеть не растет, либо уменьшение сети. Смотрим динамику, почему так происходит. Ну и, собственно говоря, тоже каким-то образом планируем, вводим и что-то инициируем. Компенсационные планы и выплаты. Если посмотреть на наш маркетинг-план, то мы работаем в формате партнерского сотрудничества. И на предыдущих вебинарах я показывала историю начисления доходов новичков, дистрибьюторов, которые подключились в первый месяц сотрудничества и получают доход более 50%, нежели от той договорной точки, когда компания говорит, что мы работаем 50 на 50. Эту возможность мы тоже даем. Это, как говорится, удачный старт, старт новичка. И, естественно, без этого никак. То есть это тоже часть затрат компании, которые выводятся в отдельный пункт, где мы точно можем анализировать, какие доходы получают дистрибьюторы от своей деятельности. Продукты и услуги. Да, у нас небольшой ассортимент продукции, но очень объемный, потому что в целом имеет широкий спектр действия продукты компании. Ну и, конечно же, те возможные варианты, которые мы можем предлагать нашим партнерам, это услуги, вот как если, допустим, взять историю про какие-то поездки наши, мы даем возможность партнерам брать с собой родных и близких. Это тоже дополнительные услуги, которые возлагаются на компанию. То есть это тоже имеет отчетный формат, потому что в целом это тоже одна из статей таких расходов. Рост и достижения. Конечно, мы каждый месяц подводим итоги. И в следующий раз мы с вами встретимся, так, на следующей неделе, как раз это будет 4 апреля в четверг. Мы с вами будем подводить итоги марта, итоги отчетного периода. И, конечно, первый квартал уже закончился. Практически, можно сказать, сегодня 28 число. И для тех, кто занимается предпринимательством, точно знают, что история сдачи отчетов, она для компаний, товарищей с ограниченной ответственностью регламентируется в разрезе трех месяцев квартального периода, а для индивидуальных предпринимателей в разрезе полугодовой сдачи отчетности. Но мы подводим итоги в течение трех месяцев, полгода мы не ждем, поэтому на это смотрим. И что хотелось бы здесь еще самым главным критерием оценить, что все эти отчетные данные за год, конечно же, подготавливаются, и мы встречаемся на большое рабочее совещание. Совещание с производителем, президент компании, ну и финансовый отдел, кто презентует всю эту историю и рассказываем, и смотрим выходы из кризисных ситуаций, там, где существуют какие-то проблемные вопросы. Да, они существуют, они есть, и, конечно же, смотрим динамику, каким образом мы можем безболезненно выйти из той или иной ситуации. Поэтому отчетный период для финансового отдела, для компании очень важный, и очень требующий трудозатрат времени, потому что от этого зависят очень многие факторы, факторы развития, и как раз-таки вот эти 2%, которые на взлете могут сыграть вот эту ключевую роль, они имеют очень большое значение. Поэтому итоги подводятся тщательно, собираются вся информация, аналитика, подводятся отчетные сверки, и мы работаем над тем, чтобы максимально компания «Мир Фукаидана» могла планировать на инвестиционную помощь в том числе, потому что мы можем тоже говорить о том, что нас поддерживает производитель в некоторых случаях, потому что мы на рынке заявляемся как компания с особым товаром. Во многом, если проанализировать спрос на «Фукаидан», мы видим, как мало людей знают о продукции компаний, и, конечно же, для того, чтобы нам пробить эту броню, броню вот этой недоверия, незнания, нежелания изучать продукты, конечно, мы занимаемся тем, что мы совместно в этой деятельности объединяемся, производитель тоже очень заинтересован, чтобы страны таможенного союза как можно больше узнали, и, конечно, «Фукаидан» – это тренд, и мы можем точно говорить об этом, потому что еще с 2017-2018 года, опять-таки, Виктор Николаевич говорил о том, что будут компании, которые будут «Фукаидан» вводить в линейку своих товаров, что мы на сегодняшний день наблюдаем, что многие компании, конечно, этим трендом, брендом воспользовались. Мы не можем сказать, что у нас появились конкуренты, потому что у нас есть определенные фишки, которыми нас снабжает наш производитель. Это дополнительная информация о продукте, это качество производства продукции, это собственные огороды, где производится продукция. Это много плюсов, которые мы аргументированно можем как маркетинговые фишки выдавать в презентации и продвижению товара на рынке. Да, мы компания, которая продает товар, и тем мы отличаемся от финансовой пирамиды. И что самое главное в сетевой модели маркетинга, это же, конечно же, продвижение товара от производителя к потребителю, без привычных посредников в виде розничных магазинов. В целом мы анализировали неоднократно информацию по поводу сотрудничества с разными аптеками, маркетами по ЗОЖ, там, лавка, зеленые лавки здоровья и так далее. И мы видим, что очень мало продаж на самом деле, то есть динамика, отклик, реализация, и, собственно говоря, там выхлоп практически отсутствует, если товар стоимостью свыше 15 тысяч тенге. С чем это связано? С тем, что, конечно же, самый такой потребительский спрос, это, опять-таки, маркетинговое исследование. Человек покупает любую продукцию стоимостью до 25 тысяч тенге, не задумываясь о необходимости и надобности. Все, что стоит свыше 25 тысяч тенге, это не я придумала, это маркетологи, которые изучают рынок стран таможенных, стран таможенных союзов, и мы, в принципе, знаем о том, что есть вот такая тенденция. Как только продукция стоит дороже 25 тысяч тенге или 5 тысяч рублей, то, конечно же, потребитель осознанно подходит к выбору продукции, к экономии приобретения этой продукции, в каком формате и сколько будет закрыто потребностей, приобретая этот продукт. И, естественно, мы можем сказать, что у нас продукция с широким спектром действия. Для того, чтобы нам рассказать про это, то есть консультант в магазине, в принципе, за сколько внимания покупатель может, допустим, выдержать от консультанта, или сколько времени консультант на целый, допустим, ряд продуктов разных производителей может уделить покупателю, ну, это максимум до минуты. В целом я тоже покупатель, я тоже хожу по магазинам, я также хожу по аптекам, я что-то приобретаю из других товарных позиций на рынке, поэтому я, естественно, знаю, когда подходишь к любому консультанту, у него время ограничено, потому что есть другие покупатели, ему нужно обслужить максимальное количество людей. Поэтому, конечно же, это модель продвижения товаров от производителя к потребителю через дистрибьюторскую сеть. Это, конечно же, ключевое, это сбыт продукции, сбытом продукции занимаются агенты, в нашем случае дистрибьюторы компании Мирфукаедана. Наш сегмент самый популярный в бьюти-индустрии, производстве биодобавок и товаров для дома, потому что здесь, конечно, есть возможность рассказывать о каких-то уникальных свойствах. Я думаю, что все девочки, которые здесь присутствуют, поставят плюсики, потому что одно время была очень популярная компания с волшебными тряпочками. Я думаю, что в каждом доме у девочек есть такая тряпочка, но, конечно же, как презентуется эта тряпочка, вот она вплоть до того, что она сама тебе будет мыть стены, а ты только будешь сидеть и наблюдать. Да, это тоже маркетинговый ход у многих компаний и так далее. Поэтому сегмент наш с нашими продуктами, он очень востребован в том плане, что у каждого человека есть потребность получить квалифицированную информацию о продукте, знать спектр действия. Естественно, наша квалификация, наше знание о продукте, наше изучение. Мака, где же у вас нет такой тряпочки? Ну, я, наверное, огорчу вас, что этих тряпочек уже, наверное, и нет на рынке, потому что это был какой-то бум лет, наверное, пять назад. Тряпочка у меня сохранилась, но как мне про нее рассказывали, это прям чудо-волшебная тряпочка. Я тоже иногда покупаю товары других сетевых компаний, потому что, ну, так уж рассказывают, что невозможно не приобрести. И, собственно говоря, мы тоже говорили о том, что мы в очень большом сегменте спроса, мы находимся и в бьюти, и в биодобавках, и в спорте, потому что все хотят быть здоровыми. Когда нет противопоказаний, не выходит. У нас есть даже антидеппинговое заключение о том, что продукты с содержанием фукоидана не влияют на результаты спортсменов, которые готовятся к разным олимпиадам или каким-то соревнованиям. Поэтому в целом у нас очень большой широкий спектр спроса, там, где мы можем себя позиционировать. И, конечно же, правильная разработанная система мотивации – это, естественно, наш маркетинг-план, это акции, это промоушены, это возможности мотивировать дистрибьюторов, доходы которых будут расти, ключевое слово, вместе с объемом продаж. Как бы мы ни хотели, конечно же, объем продаж имеет ключевую, вот прям вот услышьте меня, ключевой фактор роста компании. Безусловно, мы не говорим о том, что вы каким-то образом можете привлекать большее количество людей, будет больше продаж, доходов будет меньше. Нет. У нас очень справедливая система вознаграждения, и, конечно, если мы вернемся к четырем фундаментам бизнеса, то, естественно, компания за то, чтобы дистрибьюторы компании получали достойное вознаграждение. И, конечно, сетевой маркетинг в современном понимании, вообще, в принципе, этого бизнеса, это достаточно новое направление, новое, старое, потому что, можно сказать, что старая версия сетевого бизнеса, которая зашла в период такого, знаете, развала, может быть, непонимания, отсутствия информации, в принципе, позиционирование неправильно, основана на двухстороннем равноправии, и где принимают участие две стороны. Компания-производитель в нашем лице, в лице компании FUKAIDON VOLT и HIGHONE BIOTEC, компания-производитель, и сам человек, заключивший с этой компанией контракт. И, конечно, это прописано в миссии компании, в целях компании, в правилах компании, и, конечно же, в соглашении, которое каждый дистрибьютор подписывает, регистрируясь на сайте компании. Заметьте, совершенно бесплатно, но есть определенная мотивация, опять-таки, получить дополнительное вознаграждение, если вы сразу начали активную деятельность с компанией MIRFUKAIDON в первый же месяц своей регистрации. Поэтому, с учетом огромного количества предложений на рынке, мы являемся современной сетевой компанией, компанией, которая равноправно взаимодействует с дистрибьютором, согласившимся сотрудничать вместе в бизнесе сетевого направления. И справедливая система, естественно, я думаю, что для предпринимателя, человека, который самостоятельно принимает решения взаимодействовать с компанией, абсолютно понятна эта история. Вы знаете, здесь тоже был такой период, мы разговаривали о некоторых возможностях вообще, в принципе, взаимодействия, и как-то поступила информация, которая стала для меня интересной, обратная франшиза. Что это такое? Это в целом сейчас очень популярная тема, можно так сказать, завуалированного сетевого маркетинга. В целом этими обратными франшизами занимаются очень популярные сетки магазинов. Это лента, пятерочка, наверное, сейчас у нас, возможно, даже магнум занимаются у нас этой историей, но так как информация по источникам, которая была найдена, больше рассчитана, больше найдена по магазинам, которые находятся за пределами Республики Казахстан. То есть это история тоже партнерского бизнеса. Но какая несправедливая история, я вам скажу. Там получает дистрибьютор, используя торговую марку, франчайзи получает всего 25-27% общего дохода на всю, на весь штат сотрудников, который привлекается для ведения этого бизнеса. То есть там сидит и заработная оплата сотрудников, и какие-то недостачи порчи товаров, и аренда оборудования, и оплата коммунальных услуг, и охрана сигнализации, и уборка, что там еще, стирка, я не знаю, все, что связано с этой историей. И я когда читала, я посмотрела, думаю, а какая несправедливая вообще система обратной франшизы. Ведь это не очень выгодно. Но люди подписываются, открывают такие огромные, делают вложения, для того, чтобы хоть 3-4% чистой прибыли дохода заработать, чтобы на самом деле получить вот из этого объема товарооборота вот эту вот небольшую сумму. Но в рамках огромного товарооборота годового, конечно, там выходят какие-то деньги, которые существенно удовлетворяют потребности тех предпринимателей, которые это организовывают. И что хотелось отметить, что, конечно же, обратная франшиза – это, скорее всего, дочка сетевого маркетинга, а может, сын, не знаю, как это сказать правильно. Но в целом это тоже вид бизнеса, предпринимательства, который на сегодняшний день имеет очень популярную схему предложений на рынке, абсолютно легальную и абсолютно действующую, которая тоже привлекает очень большое количество людей. В чем смысл? Я думаю, что все те, кто поработал в обратной франшизе, они, естественно, становятся очень классными дистрибьюторами любой сетевой компании, которая по их внутреннему состоянию привлекает их, и они принимают решение работать. Потому что, конечно же, в рамках сотрудничества с сетевой компанией есть возможность заработать гораздо больше денег, дохода, признания, возможностей и наличия свободного времени. Поэтому, если будет кому-то интересно, что же мы анализируем в течение года в рамках компании, так в том числе мы и смотрим, какие новые направления могут быть использованы нами для привлечения дистрибьюторов, тех, которые, допустим, были в бизнесе, кто-то оставил свой бизнес, остановился, потому что устал, у кого-то стечение обстоятельств, разные семейные обстоятельства повлияли, к примеру, родились дети, и человек не может дальше продолжать такую активную бурную деятельность, потому что ему нужно находиться дома, и он принимает решение, и в любом случае он ищет дополнительные источники дохода. И если он когда-то работал вот в этом направлении, то, конечно, это самый лучший дистрибьютор. Если мы проанализируем все наши стартапы от Айман Шакабаевой, то в целом всегда идет очень мощная информация о том, что предприниматель ищет предпринимателя, потому что, конечно же, сетевой бизнес все-таки в первую очередь, он говорит и транслирует о том, чтобы сетевой лидер привлекал к себе предпринимателей, потому что это самый выгодный процесс взаимодействия, при котором есть возможность делегировать полномочия, обучать свою первую, вторую, третью линию, и, соответственно, заниматься тем, чтобы расти, создавать свой бренд, усиливать себя как лидера и контролировать и помогать команде. Поэтому, да, есть моменты, о которых тоже мы задумываемся, потому что мы смотрим аналитику, мы понимаем, что как только мы заваливаемся в продаже, соответственно, рост сети в целом, он, как бы правильно сказать, он стагнирующий. То есть, да, прирост сети как бы есть, регистрация новых партнеров как бы есть, но в целом результаты по итогу какого-то квартала, допустим, полугодия, они в целом без изменений, потому что мы начинаем продавать. Да, мы, естественно, компания, которая продает товары, без этого мы никак не можем, потому что мы вот буквально 3 минуты назад говорили о том, что мы продвигаем товары, но разными способами, да, мы можем продвигать товары, привлекая людей, которые будут делать эту работу. Поэтому сетевой маркетинг настолько многогранен, где можно, в принципе, быть очень хорошим продавцом, но нужно понимать, что есть определенный предел. Это даже зависит просто исключительно от времени, потому что временной период он не резиновый. Вот какое количество людей мы можем отслужить в течение своих там 8-12 часов рабочего времени в день, вот столько у нас будет товарооборота. Если вы проведете свою аналитику, посмотрите свой отчет за последний год, вы в целом можете понять, чем вы занимаетесь. Если вы занимаетесь сетевым бизнесом, то ваша сеть выросла, либо она уменьшилась. Проанализировать, в чем причина. Если вы занимаетесь продажами, то у вас будет итоговый результат практически один и тот же. Берите среднюю за 3 месяца, и вы тогда поймете, что на самом деле происходит. Поэтому в целом возможности предоставлены разные, потому что у каждого человека разная история, подхода. Кто-то хорошо продает, кто-то хорошо говорит, кто-то хорошо воспринимает информацию, кто-то выучить не может элементарных вещей. Даже от многих таких слов, которые нам дают наши врачи, и много чего нам не надо, допустим, бы знать, но мы вынуждены это применять в своей работе, потому что все-таки это касается работы. Вот, поэтому все, что касается компании из четырех фундаментов бизнеса, это история про аналитику очень многих факторов, которые влияют на результаты работы компании, продвижения, роста и, конечно же, возможности внедрения новых товаров, которые бы мы могли заказывать и внедрять на полку нашего магазина. Да? Вот про это. Этот слайд с прошлого вебинара, где я говорила, что продукт делает вас счастливым, а бизнес компании богатым. Мы говорим о том, что, конечно же, продукт имеет ключевую роль. И, как если мы вернемся к первому слайду «Четырем фундаментам бизнеса», то там мы говорим про выполнение. Выполнение чего? Выполнение возможности прийти на презентацию с чем-либо в руках, найти общую тему для разговора, потому что мы, как консультанты, в целом, естественно, рассказываем о действии продукта. Естественно, мы это должны знать. И если мы в свою структуру привлекаем партнера, привлекаем предпринимателя, то предприниматель тоже в первую очередь начинает с изучения продукта. Без этого ну никак. Потому что предлагать голый бизнес без знания информации о продукте перспектива все-таки в том, что это уникальное предложение, что это не имеет аналогов конкуренции, что это ноу-хау-разработка корейских производителей с огромным ресурсом, вложенным в каждый буквально пауч-пакетик, в каждую капсулу, в каждую бутылочку тех сил фукоидана, которые произрастают и извлекаются из морской бурой водоросли, в общем, это все, конечно же, имеет очень большое значение, но в рамках предпринимательства имеет ключевой фактор. Все-таки трудно продать продукт стоимостью свыше 25 тысяч рублей. Но если вы точно знаете, как закрыть проблему, боль человека, аудитории, которая на сегодняшний день к вам обратилась, то в целом есть такая динамика, что, конечно, человек, который начинает употреблять фукоидан, он достаточно больше экономит средств, чем нежели приобретает все разнокомпонентное в витаминах, содержащих, допустим, отдельными факторами. Мы даже считали, у нас была такая история, мы ходили в аптеку, смотрели, как если бы мы отдельно приобрели, конечно, кроме фукоидана, потому что в целом нет таких предложений на рынке с таким содержанием сульфатированных полисахаридов и разных интересных, содержащихся в нашем продукте уникальных свойств, как если бы мы каждый витамин взяли по отдельности и выпили это в течение месяца, то есть суммарно и экономически для человека, который хочет возместить какие-то дефициты в целом, либо поддержать свой организм в нужном формате, ни в коем случае не экономит бюджет покупателя. Об этом мы тоже говорим. То есть мы показываем какую-то экономическую слагаемую, какого-то сохранения семейного бюджета и возможности употреблять всей семьей продукты. Поэтому компания, конечно, каждый месяц опубликовывает информацию о ценах и акциях на март. Собственно говоря, без изменений слайды дублируются, а эти слайды мы презентовали в начале марта на нашем святом четверге и объединили наши комплекты, пять комплектов, которые с ноября месяца в линейке компаний появились и тоже имеют определенную маркетинговую фишку, которая также говорит о том, что здесь есть экономическая выгода, существенно проработаны сборные комплекты для того, чтобы получить результат, учтены потребности рынка, потому что здесь и кори, детокс, и диабет, и в целом энергия, и антиэйдж. Что мы сейчас видим на рынке? Какой самый главный спрос? Что люди говорят? Люди говорят, что нет энергии, у меня нет сил для запуска, я устал, я обезвожен, я обесточен. Вероятнее всего это все связано с тем, что жарко-холодно, снег пошел, дождь пошел, возраст, я не знаю, много сил потрачено на то, чтобы поругаться с какими-нибудь людьми на почте где-нибудь в банке или еще что-то звонят мошенники. Все это нас, естественно, растрачивает. Но мы сейчас не про душевное состояние, хотя продукт тоже работает на эмоциональное, такое сбалансированное состояние, на психическое восполнение энергии. Это тоже работает, как бы там ни было, когда у человека все в порядке со здоровьем, он, конечно же, и психически, эмоционально сбалансирован. Как только начинаются какие-то шатания, где-то что-то он себя чувствует неплохо, закололо, все. Помните, как говорила Ирина Куриленко, шкала эмоционального состояния. Это очень хорошо, когда мы находимся хотя бы по шкале выше нуля. Но если мы проанализируем все то, что сейчас происходит в мире, конечно, это очень существенно влияет на наше психоэмоциональное состояние, то в какие-то периоды мы просто резко вваливаемся в минус и выкарабкаться оттуда крайне сложно. Продукт работает и на это в том числе. Я тут немножко отвлеклась. Отвлеклась, знаете, почему? Потому что, в принципе, если мы говорим про продукт и выполнение, выполнение результатов, который нам нужен, это тоже наш результат взаимодействия и возможности привлекать. Мы, помните, говорим, что тех людей, кто употребляет продукт в компании FUKAIDAN VOLT, их видно, видно изнутри, потому что происходит очищение, детокс всего, что взаимодействует. То есть вот это внутреннее очищение, мне кажется, что даже FUKAIDAN выводит вот эти негативные ионы, содержащиеся в нашей крови, потому что на самом деле так продукт работает. И я когда готовилась, мне тут Виктор Николаевич подсунул, он периодически, знаете, не сильно настойчиво, но очень мудро всегда мне дает разные книжки почитать. Стивена Кови «Семь навыков сетевого маркетинга, высокоэффективные профессионалы». И вот последний раз он мне дал восьмой навык «От эффективности к величию». В общем-то, конечно, это то, что помогает мне тоже расти, взаимодействовать, понимать где-то какие-то факторы. И очень много при подготовке к прямым эфирам я беру именно из книг, потому что в интернете коннектится информация у меня, потому что в одном источнике одна информация, в другом источнике другая информация. Начинаешь перерабатывать, анализировать, подводить итоги отчета полученной информации. Но книга, наверное, самый лучший результат, поэтому используя книги, напишите, пожалуйста, если есть возможность, если мы подведем итог прочитанных книг за 2023 год, напишите их количество, пусть это даже будет маленькая брошюра любовного романа. Это тоже информация, которая анализируется, потому что когда мы прочитаем любую книгу, у нас всегда есть какой-то анализ, да, мы проводим какой-то, ну, итог, что было, как стало, почему так произошло, где люди допустили ошибку или какое они приняли решение, чтобы получить этот результат. Там же всегда идет трагедия, решение, и они жили долго и счастливо, и неизвестно, что в этот период было. Поэтому, когда мы подводим критерии от Виктора Николаевича, рады вас видеть в прямом эфире, но кто бы сомневался, что Виктор Николаевич прочитал около 40 книг. Да, мы знаем, что Виктор Николаевич очень много читает на самом деле литературы, и все это собирается в библиотеку, и я так думаю, что это передается по наследству. Возможно, где-то после, так сказать, 45+, у меня тоже появится это неистовое желание читать, потому что книги — это не только информация, это еще успокоение, это получение какой-то дополнительной энергии, энергии переформатирования себя. И вот, когда мы подводим критерии оценки и оценки бизнеса, в том числе своего, потому что каждый предприниматель, каждый дистрибьютор компании — это предприниматель, самостоятельный предприниматель, конечно, мы изучаем миссию компании. Принципы МЛМ. Безусловно, мы получаем и должны получать какие-то знания, потому что в знаниях силы. И что же здесь важно? Важно, чтобы эти знания, они были получены из разных источников. Так, сейчас я после стресса стали падать волосы, попробовала вчера масло репейное, нет результата, может, еще несколько раз нужно было ночью, стала массировать кожу головы горячим напитком, утром уже результат увидела. Прочитала 4 книги. Вот видите, молодцы, потому что на самом деле это тоже, это тот наш определенный выход из зоны комфорта, потому что мы сейчас как привыкли? Мы привыкли, вот, 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 мы взяли свой телефон, мы там смотрим, это быстрая информация, от которой закипает мозг, мы ложимся просто в пустую потраченное время от этих релсов, ноль информации, каша в голове. Я тоже проходила этот момент, прохожу до сих пор, поверьте, я уже тоже, как и все люди, занимаюсь и грешу этим делом, но в целом я понимаю, что книга это все-таки совершенно другой источник энергии. Кроме этого, есть очень много плюсов. Это информация, это, конечно, знания, это какие-то, возможно, применение навыков в своей работе, ну и, естественно, это возможность поделиться этой информацией с кем-либо, тому, кому мы можем помочь. Так вот, изучили миссию, получаем знания, знания покупаем какие-то в школы, ходим на курсы, естественно, используем какие-то платные, бесплатные ресурсы, которые сейчас есть, их очень много, и мы в целом тоже обращаемся и к нутрициологам, обращаемся и к маркетологам, и ходим на разные мероприятия. Одна только Ирина Куриленко сколько проводит бесплатных мероприятий, куда можно пойти, там очень интересные участники выступают, там такие люди с регалиями, что ой-ой-ой. Личное желание употреблять и продавать продукцию компании, она, конечно, тоже молодец, вот, поэтому книги, да. Естественно, если мы не можем продать самому себе вопрос, кто у нас купит не то, что продукт, а бизнес, это понятное дело, поэтому где-то в каком-то смысле, почему называют сетевиков фанатиками, от которых бегут, фламя голову, потому что, конечно, вот в этом хорошем понимании смысла фанатизм, он, естественно, идет изнутри, это не то, чтобы секта какая-то, это не то, чтобы там вы пьете продукты, и у вас нет никаких результатов, вот, казалось бы, да, элементарные вещи. Для женщин, для мужчин, да для всех это очень важно, волосы, да, естественно, стресс перенесли, что первое реагирует? Кожа, волосы, ногти. Первое, это, естественно, сразу серая кожа, начинают сыпаться волосы, тускнеет, блеск отсутствует, ногти начинают слоиться, лак не лежит, отваливается, и все остальное. Это очень важный момент. Хотя нет прямого применения, рекомендации втирать в кожу головы продукт. Но мы же понимаем, мы настолько экспертно изучили продукцию во всех его проявлениях, и вдоль и поперек знаем весь спектр действия. Как это работает? Это тоже та информация, которую мы можем передавать, как результат. Марьяна, я прям рекомендую вам записать отзыв по этому поводу, потому что, ну, что говорить, это бьюти, это вообще возрастная целевая аудитория, которая не ограничена, потому что сейчас, ну, что возьми подростка, что возьми человека, который уже находится в очень интересном, преклонном возрасте, все об этом думают, потому что это, конечно, то, что видно. Люди чаще всего задумываются крайне мало о том, чего не видно, реагируют только тогда, когда получены анализы, да, или они уже знают, что вот дефициты, 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 надо туда-туда-туда бежать. А когда это явно видно, то это да, или когда мы видим на кафеле, сколько лежит этих волос, тогда начинаем задумываться. Личное употребление, безусловно. Как есть техника продажника, да, сядь перед зеркалом и продай себе, и сама получи вот этот кайф и желание у самой себя приобрести. Искренность и этичность. Конечно, каждый человек чувствует блеф. И если как только, как только он почувствовал где-то какую-то неуверенность или незнание, все, считается, человек уже 70% принимает решение не покупать. Почему мы всегда говорим о том, что знать продукцию от и до. Если вы не являетесь экспертом, то лучше пригласите кого-то, кто может помочь вам сделать презентацию продукта и рассказать о том или ином продукте. Очень много информации у нас находится уже в нашем телеграм-канале, да, в интернет-ресурсах, на сайте компании, на ютубе. Это отзывы тех, кто получил результаты. Этим тоже можно воспользоваться, можно создать свою личную онлайн-презентацию по отзывам. Это тоже имеет место быть. Определение целевой аудитории. Безусловно, как только мы начинаем транслировать или говорить о том, что позиционировать себя в соцсетях, что мы эксперты вот в этой области, целевая аудитория сама собой формируется. Естественно, вы начинаете выскакивать в социальных сетях по запросу, да, как у нас работает наша соцсеть. Как только я подумала о том, что мне нужно купить матрас, я открываю мои соцсети, и мне начинают выходить просто вот таким вагоном предложение о том, что продаются матрасы для кровати. Как только я хочу купить шкаф, мне начинают предложения выходить. То есть вся эта система работает. Это даже не обязательно. Если я забила у себя в Google купить шкаф, то вся система взаимодействия моего Gmail аккаунта, она вся начинает аккумулировать все предложения, которые меня интересуют. Вот так сейчас формируется целевая аудитория. И это не обязательно список знакомых, соседей, ваших коллег, с которыми вы были ранее где-то сотрудничали на каком-то предприятии. Вот таким образом определяется целевая аудитория. И можно сказать, что в социальных сетях количество подписчиков это ваша целевая аудитория. Что вы позиционируете, то и как востребовано становится на рынке. Как это определяется. Алмак Обдешина, вот подтвердите, вы же изучали очень много информации о том, как работают социальные сети. То есть вот ЦА. Предложение продажи бизнеса. В целом, когда вы уже побеседовали, очень много сейчас предпринимателей, которые могут очень четко ухватить и увидеть плюсы возможностей взаимодействия, они четко понимают, сколько мне нужно продать, сколько я получу. Человек-предприниматель в целом чаще всего приходит с таким запросом, потому что знать, как предлагать бизнес, для этого тоже нужно время. И опять-таки, читая и ознакомливаясь с литературой по эффективности сетевого маркетинга, есть правила десяти тысяч часов. Сколько нужно времени, чтобы получить результат? Десять тысяч часов. Доказанная информация, есть определенные упражнения, которые подтверждают, что это именно так работает. И, конечно, предприниматель, который в целом занимался продажами, у которого был, может быть, магазин возле дома, который, может быть, держал какой-то контейнер на барахолке, он знает, как предлагать. У него есть определенная способность, харизма, коммуникации, я не знаю, личный результат, еще что-то. То есть сначала идет предложение продукта, потом можно продавать бизнес. Но для того, чтобы продавать бизнес, это уже второй этап. Изучение, маркетинг, плана компании, который, естественно, соприкасается с этичностью, с тем, чтобы была искренность в предложении, с знаниями, опять-таки, предпринимательской кодекса чести предпринимателя, взаимодействия с компанией, взаимодействия с лидером, своим лидером, то есть это уже другой этап взаимодействия. Использование интернет-ресурсом. Ну, мы уже, наверное, себе в назоль натерли на языке, мы говорим о том, что интернет-ресурсы – это сейчас все. Я что наблюдаю в наших соцсетях, какое количество дистрибьюторов компании «Мир Фукайдана» у нас присутствует. Ну, честно скажу, что самое активное, конечно же, продвижение от лидеров компании. В целом, компания подписана только на лидерский состав. Да, мы видим информацию от партнеров компании, которые тоже мелькают в интернете. Ну, в целом, информация идет. Вопрос – какой отклик, какая обратная связь, а может быть, стоит подключить какую-то рекламу, а может быть, стоит каким-то образом где-то получить какую-то информацию. Что-то меняется, что-то происходит. Сейчас поговори с любым товарищем, который продвигает соцсети. Они, каждый, будут советовать что-то свое, которое сработало, допустим, в их практике. Вот мне, допустим, последний раз девочка посоветовала не пишите хэштеги, скрывайте хэштеги. Что меня заставило опять обратить внимание на хэштеги? Отсутствие просмотров, потому что без хэштегов оказывается, публикация меньше всего залетает в просмотры. То есть, вот теперь это мой личный опыт. Для меня хэштеги – это статистика, которую я вижу. Есть публикация с хэштегами, она работает не так, есть публикация без хэштегов, она работает совершенно по-другому. Время размещения, мы об этом тоже говорили, много чего. Картинка, красивая картинка, но картинка сейчас не так работает. Работает видео, интересное, захватывающее, которое должно человека зацепить за буквально первые три слова, которые он услышит. Почему? Обратите внимание, как вы просматриваете релсы. Каждая до конца, но вряд ли, вы смотрите только то, что вас зацепило с первых секунд взаимодействия с блогером. И, конечно, оригинальность, узнаваемость, личный бренд. Безусловно, какая-то своя фишка, что-то, что привлекает людей в вас, то, что вы можете повторить индивидуально и без всякой конкуренции, это тоже работает, и не только в сетевом бизнесе. Обратите внимание на других любых блогеров, если посмотреть, как они себя позиционируют, в каждом из них есть определенная какая-то оригинальность. И в целом, я сейчас тоже когда готовилась, я посмотрела на многих разных интересных ребят, позитивных, негативных, то есть те, которые там совсем, у них антиреклама разного характера. Я хотела поймать фишку, в чем они одинаковые, почему люди на них подписываются. Они обладают какими-то очень оригинальными качествами личного позиционирования себя в интернет-сети. Вот к этому тоже нужно стремиться, как говорится, изучить, что я могу сделать так, как не делает кто-то другой, и в чем моя уникальность. Это так же, как уникальность торгового предложения и так далее. Во всем сейчас приходится вот так глубоко копать, анализировать, делать отчет, что бы сейчас я могла сделать так, то, чего не делают другие. Это мы сейчас с вами говорим про команду, про команду. И топ-9 навыков для роста в МЛМ. Это тоже слайд предыдущего вебинара. Умение ставить цели, лидогенерация, масштабирование структуры, презентация бизнеса, продуктов, работа с возражениями там, где очень происходит сильное выгорание, продвижение корпоративных мероприятий, разных поездок и так далее. Самомотивация это там, где нужно поднять свою пятую точку или вытащить себя, как Мюнхгаузен из-за негатива. Обучение новых членов команды, наставничество. 9 пунктов. Постоянно Айман про это говорит. Постоянно мы говорим про это на вебинаре. сама могу четко подтвердить, что да, я тоже человек, все мы люди, все мы человеки, все мы при таком, знаете, активном, позитивном состоянии ставим цели, делаем там разные планы и в какой-то момент мы чувствуем, что все, энергии нет, что-то произошло со мной, я увидела, почитала новости, я впала в минусовую планку вообще просто негативных эмоций и так далее. Да, здесь все работает в комплексе и для этого в сетевом маркетинге командная работа имеет ключевое и очень важное с психической точки зрения значение, потому что когда ты один, ты еще больше вваливаешься, знаете, из той серии, когда она сама она услышала, недоуслышала, придумала, додумала и сделала выводы. Это примерно из этой серии, когда мы что-то не доузнали, что-то недослышали, что-то где-то пропустили, получили некорректную информацию, придумали, получили негатив и ушли из бизнеса, примерно из этой же серии. Поэтому, конечно же, самомотивация имеет очень большое значение. Возможность взаимодействия, встречаться, пускай, знаете, я всегда благодарю тех людей, больше тех, кто, да, мне очень нравится, когда хвалят, очень нравится, когда говорят, что хорошо, что где хорошо, плюсики, но я очень оцениваю тех, кто говорит, Татьяна, вот здесь были минусы, вот здесь нужно поработать. Это говорит о том, что человеку не безразлично. Это очень важно в нашем мире, потому что никто не будет тратить время, если нет интереса на человека, который ему безразличен, или безразлично то, чем он занимается. Поэтому цените тех, кто, по вашему мнению, как вам кажется, выражает какую-то негативную реакцию, как раз таки люди нас выводят из зоны комфорта и заставляют нас двигаться, и это называется волшебный пендель. Пендель, который нам иногда дает такие колоссальные результаты, которые мы потом просто, ну, получаем с очень большим удовольствием, а самое главное получаем очень много мотивации собственной, личной, которой мы можем делиться с нашими партнерами. И, естественно, планирование. Через три дня у нас начнется новый этап, будет объявлен конкурс на самый лучший отзыв. Отзыв, конечно же, связан с девятилетием компании Мир Фукаидана, и в целом критерии отбора будут, опять-таки, по бизнес-сотрудничеству. Все в комплексе будет иметь место. Можно для основы взять этот наш самый такой популярный слайд «Четыре фундамента бизнеса». Возьмите, пользуйтесь и можете составить очень хороший план своего отзыва, который будет содержать очень детальную информацию для привлечения партнеров в вашу сеть. Безусловно, когда вы будете об этом говорить, естественно, нужно самому понимать, о чем идет речь. И очень будет я думаю, что борьба и конкуренция в этом конкурсе будет очень мощная, потому что 500 долларов это уже не первый наш конкурс, который мы вручали. Да, это для некоторых заработная плата за целый месяц работает в некоторых компаниях. Это такая достаточно популярная сумма заработной платы в Казахстане, поэтому потрудиться придется. если мы первый конкурс проводили, у нас в целом была тематика использовалась больше по сотрудничеству и отзыв о продуктах компании, то сейчас мы хотим увидеть и услышать отзывы партнеров, даже тех, кто один месяц сотрудничает. Я думаю, что есть о чем сказать, потому что особенно новички получают очень хорошие результаты, потому что есть такая возможность маркетинг-планя. Поэтому здесь тоже готовимся, размещаем свои отзывы, естественно, просматриваем несколько раз, естественно, говорим о том, чтобы не было воды, не было лишней информации, чтобы это не было затянуто надолго, чтобы это было интересно. Мы будем смотреть на количество просмотров в ваших аккаунтах, это тоже показатель один из, поэтому привлекайте тех, кто когда-то уже делал, в прошлом году были тоже очень хорошие отзывы, мы видели, как многие потрудились поработали и получили очень хорошие результаты, потому что карьерная лестница привлечения в партнерскую сеть очень хорошо оплачивает, это мы сейчас говорим об оценке нашей деятельности, и когда человек вспоминает о том, что он делал, он знает уже первые шаги, те, кто сотрудничал, он понимает, что это тоже то, что я могу сейчас улучшить и повторить. если мы говорим по маркетинг-плану, то здесь тоже есть свои плюсы, свои минусы, безусловно, как и в любых других компаниях, потому что везде есть какие-то факторы ограничивающие выплаты, есть факторы достижения квалификации, есть те большие разрывы между квалификациями, которых, да, нужно достичь и где-то каким-то образом, естественно, спланировать эту возможность достичь той или иной квалификации. Маркетинг-план прозрачный, понятный, это можно сделать, потому что когда есть внутренняя мотивация, мы знаем, это уже неоднократно доказанный факт, партнеры достигают, если понимают, что будет, если так-то, так-то, так-то. Но что мы можем сказать? Чем выше квалификация, тем итоговый результат это хороший товарооборот, это хорошие выплаты в сеть, это, естественно, работающая структура и это, естественно, прогнозируемые планы на следующий период, потому что, как правило, все это повторяется из периода в период. Поэтому все-таки бизнес в сетевом маркетинге это большая возможность построить хороший товар, сделать хороший товарооборот, как нежели продажи, потому что здесь идет уже рекомендательная торговля. спонсорская премия также максимально вознаграждает за привлечение новых партнеров, и я стартовый бонус включу сюда для тех, кто тоже хочет поработать, получить дополнительный старт, стартап, на стартапе получить старт в виде денег, это тоже мотивация. и для того, чтобы структура сеть и партнерская сеть стабильно знали, на что рассчитывать, компания у нас устанавливает курсы стабильные, 75 рублей за одну денежную единицу и 410 тенге за одну денежную единицу. Почему этот слайд появился здесь? Потому что в подведении итогов и отчетов эта цифра имеет очень ключевую роль, потому что мы все это аккумулируем сначала в массу тенговую, потом мы это все переводим в валютную массу, и мы, конечно, смотрим на те итоги, которые получены. Почему мы всегда говорим о том, что обращайте внимание на эти цифры, это очень ключевой показатель. Компания продает долларовый товар. Товар мы приобретаем за валюту, которую мы покупаем по курсу банков, которым мы обслуживаемся. Если говорить по этим критериям, то этот курс всегда существенно выше, даже чем в обменнике. Поэтому это важный фактор. Это тоже та маркетинговая фишка, которую вы можете сказать, как если бы этот товар стоил в валюте, допустим, на момент покупки товара. Можно просто пересчитать и это использовать как фишку. Так что отчетные данные за год по компании. Вот буквально я вышла ровно в 16.02 у меня почему-то, знаете, такая история случилась. У меня на одном компьютере на 10 минут часы отстают. Хотя это в принципе невозможно, компьютер не может отставать, он там как-то сам обновляется. Но почему-то я посмотрела на свой стационарный компьютер, на ноутбуке не обратила внимания, когда уже видела. О, 16.02. Поэтому вся отчетная документация, которая в себе аккумулирует общие выручки компаний за год, это товарообороты, расходы компаний, дистрибьюторская активность, компенсационные маркетинговые выплаты, продукты, услуги, что мы можем сейчас что-то сделать такое уникальное, чтобы на рынке это было востребовано, и какие перспективы, благодаря всем этим критериям, мы можем планировать, как вот план на 2023-25 мы можем планировать на ближайший период отчетный, опять-таки, это 2024 год, это все имеет очень большое значение. Эти показатели имеют, знаете, такую красную черту, если мы неправильно что-то подсчитали или, знаете, как бы отнеслись к этому вось пронесет, то, конечно же, как говорится, итоги и результаты могут быть совершенными теми, которые были заложены на старте нового года. Март для компаний, конечно, очень сложный, мы подводим итоги, мы сдаем годовые отчеты, мы работаем все праздничные дни, и наурыс, и праздники, и вечером поздно задерживаемся, поэтому, если говорить, что компания занимается служением, то это душа, душа, с которой мы подходим к этому бизнесу, душа, с которой мы позиционируем компанию на рынке, та миссия и та этичность, и та совесть, как говорит, вот пишет Жанна Мукашина, она действительно на первом месте, это то, что мы соблюдаем с очень высоким критерием, где ни в коем случае нельзя опускаться ниже, только увеличивать, улучшать, и только идти по вот этой вот совестливой дорожке, то, что дает, знаете, есть такое понимание, да, как зов души, вот как только внутри появляется этот зов, ты уже не можешь от него отказаться, вот это компания, продукты выполнения, да, компания готова выполнять новые продукты, готова внедрять новые продукты в линейку компании Мир Пукайдана, но, конечно, нам для этого нужно понимать, какое планирование, план продаж, где мы с командой можем посовещаться и решить, что мы будем делать в этом году, какие у нас перспективы, чтобы нам по итогу отчетного периода получить качественно положительные оценки нашего труда, и чтобы дистрибьюторы компании, партнеры компании, лидеры компании получили очень хорошие результаты. И, собственно говоря, вот буквально за этот короткий час я постаралась максимально рассказать, чем занимается компания, потому что есть внутренние процессы, которых, может быть, и не видно, может быть, есть вопрос, а что же там вообще происходит и чем занимаются, непонятно, чем кто занимается, но мы на самом деле работаем, естественно, планируем, просматриваем разные варианты какие-то, где-то как-то рисуем очень много разных графиков, которые могут позволить нам использовать то, и смотрим, какие логические вытекающие последствия из этого могут быть, и, конечно, самые лучшие варианты предлагаем партнерам компании Мирфу Кайдану. Я, Татьяна Куриленко, сегодня с вами ровно 60 минут говорила об отчетном периоде компании Мирфу Кайдану, о том, чем занимается предприниматель. Я бы порекомендовала на сегодняшний день проанализировать свой отчетный год, посмотреть в динамике 2023 год, чем он стал вам полезен, какие навыки новые были приобретены, какие итоги по отчетному году вы можете сделать, вы можете посмотреть в своем личном кабинете ваши результаты за определенный период, вы можете проанализировать, вы можете просчитать среднюю, допустим, того же самого товарооборота, какое количество новых партнеров у вас появилось в вашей веточке, вы можете все это проанализировать и посмотреть самый наилучший вариант за период и подумать, что было сделано такого, что в этом отчетном месяце у меня был такой результат. И наоборот, проанализировать самые неблагоприятные периоды и выявить свои минусы. Это тоже очень хороший анализ деятельности за этот период. в целом, если это будет на бумаге, то вам тогда будет все понятно, какое планирование должно быть в течение краткосрочное, долгосрочное и на какие результаты можно выйти по итогу отчетного 2024 года. Это не было домашним заданием, это на ваше усмотрение, но если вы предприниматель, то, конечно, я думаю, что вы осознанно подойдете к планированию своей деятельности, к планированию тех перспективных действий, которые будут запущены или активизированы в ближайшее время, потому что если есть такая необходимость посовещаться, сделать какой-то мозговой штурм, мы всегда готовы, потому что одна голова хорошо, две лучшие, три замечательно, четыре чудесно, потому что все мы можем предложить самые лучшие варианты развития бизнеса, предпринимателей нашего общего бизнеса, где мы работаем в партнерском нашем сотрудничестве. Всем до новых встреч, встречаемся с вами 4 апреля, да, это будет как раз в четверг, я опять буду с вами, я надеюсь, я не успею, вам надо есть за это время, но, тем не менее, для меня это очень важный вебинар, потому что прожито все через себя, я думаю, что для вас это может быть станет стимулом посмотреть ваши итоги. Всем пока-пока, встречаемся на следующей неделе. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова